друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня меня зовут юля спасибо вам за то что смотрите наш канал утро началось неожиданно я проснулась и пошла в баню проверять кутузова я могла предположить ну все что угодно что кота больше нету или что он сидит нам нужно ехать или ну вот все что угодно кроме одного смотрите сами нету там сзади нигде а снизу посмотри под поддоном ну вот за стенка вот за этой загляни туда спустись тебе так не видно где да вот здесь я туда не влезу вот там сбоку а в самом низу я там вроде посмотрел но и чуть не видела то что странно а вот там под под этим мы куда он мог деться да нет он туда и как он зайдет ведь закрыта не знаю куда куда он мог деться девушка искал тишина куда он пропал вот и мне интересно куда а когда провалиться там некуда а как он туда мог провалиться да там мелко боль вот есть мелкая улицу слив там прям ну там на пол ладошки ванны ты думаешь он как-то провалился в эту маленькую дырочку мне тоже кажется он туда бы не пролез куда исчез вот смысле там тоже нету за мне нет куда он делся шкафу тоже нет чешуеть куда делся код кто его так все из закрытого не выдумала глупости все утро я занималась тем что искала кота я не смогла его найти попросил помочь мне полю уже потом догадалась включить камеру мы спойли искали 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 не нашли он просто исчез куда он мог деться у меня только два предположения но утром времени не так много потому что полю не нужно же в школу вести у них там еще сегодня ну расскажи зрителям куда-то собралась с лопатой а пакетики у тебя что шапка конкурс снеговичков мы искали искали пока время не кончился пора было уже выезжать я ее погрузил в машину все и собрала отвезла ее в школу вернулась позавтракала пойду искать а что делать у меня есть только два предположения первое что он куда-то залез в утеплитель внизу под душевой там утеплитель не зашитый надо вытаскивать стол и вытаскивать весь утеплитель ну и второй прям самый страшный какой-то маловероятный но все-таки как вариант он провалился в колодец я очень надеюсь что это не так очень надеюсь что это не так потому что если это действительно так если сейчас я его в утеплитель не найду разобрать пол невозможно потому что он блять сделан так что он не разбирается и когда его делали я говорила делайте люк а мне говорили да зачем да потом ладно юль что ты вот сидишь сама себя раньше времени накручиваешь иди утеплитель вытаскивай ну потому что других вариантов нет мы пролезли все что там возможно все углы все во все шкафы во все щели вылезти ну выйти невозможно я уходила вот сидел на кроваве на господи мне уже левый глаз дергается я так нервничаю кот сидел на столе и выйти невозможно все закрыто из бани никак не выйти куда-то же он залез естественно крыс крыс никто не отключить не откликается поэтому я подозреваю что кутузова больше нет но надо же его как-то найти он же где-то там есть и что блин как что ладно не на не накручивай себя что-то там в колодце иди утеплитель вытаскивай ну потому что просто я больше не представляю куда мог еще деться пришла в баню пришла в баню вот там вот там и под стойкой забитый утеплителем блин надо было его на ночь оставить в переноске хорошая мысля приходит опосла у меня уже глаз слева дергается прям снизу ну почему нельзя вот по-нормальному ну умер да значит умер нет все как-то через одно место я прям какая-то вся эта разбитая значит что сейчас буду делать вытаскивать все убирать стол убирать там вот вещи и вытаскивать утеплитель где-то у меня были перчатки вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В теории, наверное, это возможно. Вот это единственное отверстие, потому что колодец, он вот так под всем полом, под всем, вот я стою на воде по кругу, и там у меня не колодец, там родник. Так, глубиной примерно по грудь, ну, может, метр-полтора. Я могу предположить, что он хотел попить и упал. Какие еще варианты? Вчера в ТикТоке видела ролик. Если вы ищете что-то, что потерялось, это лежит либо на самом видном месте, либо в том месте, где вы не ожидаете. Мне кажется, что родник – самое неожиданное место. Потому что остальное мы все просмотрели, в каждую щель залезли. Фу, как это сделать? Сижу кумекую. Это листы нержавейки вот такой толщины. А мне даже один лист не поднять. Они не прикручены, но лежат друг на друга внахлёст. Самый верхний лист – это вон тот, который с дырочкой. Чтобы его хотя бы поднять или подвинуть, нужно разобрать всю систему отопления. Снять вот эту трубу, убрать его как-то, вот он короткий, его как-то отодвигать. Мне его даже не подвинуть, я уже не говорю о том, что разобрать систему отопления. Подвинуть этот лист тоже невозможно, потому что он вырезан. Что он вырезан, в общем, впритык сюда. Его туда никак не сдвинуть, он в стену упирается. Нужно убирать верхний. А я его не смогу убрать. Отопление, господи. Водопроводом, я надеюсь, что вы меня поняли. Потому что колодец, он вот такой огромный, во весь пол. И там, я вам сейчас покажу, вот здесь вот сделана, ну, видите, вода. Тут вот туда дальше, под пол бани, вот так вот насквозь, уходит канава, по которой вода эта потихоньку сливается. Ну, родник наполняется, она выливается. С чего я взяла, что он там? Будем размышлять здраво. С того, что в остальных местах везде, я уже посмотрела. Кто-то прийти ночью, его выпустить не мог, но он не может ходить. Он бы не вышел украсть. Навряд ли его кто-то украл. Соматик, конечно, ночью гавкали, но навряд ли кто-то пришел воровать кота. Я уходила из бани последняя. Кроме меня и Поля никого нет. Я уходила, Поля уже спать легла. Она не ходила ночью в баню. Я тоже не ходила. Уходила, кот был на столе. Проглазить еще раз все щели, посмотреть за холодильником, под холодильником. Нет нигде. Ну и, естественно, ничего не видно, темно же там. Варианты. Значит, что я могу сделать? Попробовать слить воду. Если открыть в душевой и на кухне на полную краны холодной воды, попробовать его выкачать. За полдня он выкачается, а потом фонарем посветить, посмотреть. Господи. Мне кажется, такие ситуации могут быть только у меня. Я так устала-то. Сижу, реву. От безысходности от какой-то. Что делать? Мне и кота жалко, блин. И ситуации дебильнее не придумаешь. Если его там нету, где он? Ну все же пролезли. Все щели, ну везде пролезли. Куда он делся? А если он там, как его оттуда доставать? Ну больше негде. Ну все пролезло. Не бери себя в руки. Только я могу попасть в такую тупорылую ситуацию. Честное слово. Ладно, включаем везде воду, пробуем выкачать. Я сомневаюсь, что это получится, потому что на улице плюс, все течет. Я думаю, что хоть часть получится. Может выкачать, хоть туда заглянуть с фонарем, как-то в эту дырку, я не знаю. Ну, блядь, нельзя было люк сделать, когда я просила. Так, ну ладно, поплакали. Вперед. Включаем воду. Здесь холодно. И в доме с двух кранов. Холодно. Пусть сливается. Какое время-то? 10 без 15. Ну, часам к 12 сходить, проверить. Мне кажется, что это провальная затея, поскольку вода набегает быстро достаточно туда. Всегда полный, всегда плевется через край. Господи, калантур. У меня вот с юга осталось, мы на море ездили для подводной съемки, чехол туда, телефон вставляется. Надо только протереть, два года уже лежит. Попробовать в воду его опустить. Да там темно, блин, нихрена не увидишь. Субтитры сделал DimaTorzok Ничего не видно. Будем ждать, пока вода сольется. Чего-нибудь сольется. Ставила чайник кипятить. На всякий... Вот хуже неизвестности. Что-то я вся какая-то разбитая, у меня вот так вот во все стороны мысли лезут. Хуже неизвестности нет ничего. Ставила кипятить чайник. Обычному воду прям, ну, пьем из-под крана. Но на всякий случай буду теперь, пока не выясню, что к чему, буду пить из чайника. Знаете, говорят, что жизнь нас ставит в разные сложные ситуации, чтобы мы обратили на что-то внимание, или вы извлекли для себя урок. Ну, вот в данной ситуации я вижу для себя только один урок. Нужен хороший, рукастый, адекватный мужчина в жизни, который может разобрать, собрать, не когда-нибудь потом, а вот прям когда надо, прям вот, прям сейчас вот, прям вот в данной ситуации, прям сейчас. Жизнь, я согласна, согласна, давай, я жду. Жизнь, я согласна, как-то там говорят-то, какие-то там есть всякие медитации, позволяю потоку адекватных и рукастых мужчин войти в мою жизнь, какие-то неадекватные, прям. Я такая злая из-за того, что нет люка, вы себе не представляете. А вы себе не представляете, как я просила этот люк? Как я ходила и просила, чтобы сделали потом? Да нахер он нужен? Да потом? И вот что теперь делать? У меня какая-то, блин, и злость, и какая-то у меня неизвестность непонятная ничего, и страх, блин, что мне делать в данной ситуации? Я вообще не понимаю, что мне надо делать. Ну вот больше его нигде нет, нигде, мы пролазили все, мы во все щели залезли, во все шкафы, даже в закрытые, их там всего два. Я все перевернул, даже утеплитель, который не зашит, вытащил. Не спрашивайте у меня, почему он не зашит, потому что, блядь, он не зашит. У меня такие эмоции прямо сейчас брызжут во все стороны. И орать хочется, и плакать, и все на свете. И отвезвыход на дебильные ситуации. Не надо меня уже учить. Жизнь, я знаю, знаю, что ты меня, чему ты меня учишь. Давай, я согласна. О, ты глаз левый дергается, не могу. На нервной почве. Где-то был успокоительный, я пойду. Коньяка нет, я его подарила. Блин. Пойду успокоительного хряпну. О, нашла. Другого нет. Коньячку бы грамм 150. У меня была бутылка в заначке коньяка. Я ее подарила ребятам, которые мне сиденье снимали и ставили, когда в машине надо было сиденье снять и ставить. Я бутылку коньяка подогнала за помощью. А купить тоже нельзя. В Тульской области, для тех, кто не знает, алкоголь, даже пиво. С двух часов дня. А время еще, наверное, 11 нет. Ох. Два часа прошло. Посмотрим, сколько там чего слилось. Даже половина еще не ушла. Я вижу, вон ключ валяется желтый, который Демьян утопил на позапрошлой неделе. Хрен вот он на корней пробила. Бетон с улицы. Так, это белый дом. ПО MicOL. Домeza basil2018. Онwan Quiто. ПО Micol. Следующий дом. 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 «Подумно***設esterol имеет футбол. Демь當 город。 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже какой-то фантик плавает. Ничего похожего на кота там нет. Но это же, блин, не... Вот такое, да? Чтоб не увидеть. Ладно, оставлю еще воду, пусть сливается. Куда он, блядь, делся? Какие-то чудеса. У кошек 9 жизней, переродился. Но он отсюда даже в нормальном состоянии не выбежал. Ну никак. А он вообще еле ходил. Тут такие-то прям чудеса на гаражах. И без ворожей тоже. Это прям какие-то чудеса. Я не знаю, что еще можно предположить. Если бы, например, был Демьян дома, он иногда бывает ночует на кухне. Я бы могла подумать, что он пошел ночью в баню. Ну там, не знаю, помыться. Хотя такого ни разу в жизни не было, но предположить такое можно было бы, да? Он пошел, тот выбежал. Но при том условии, что он, что кот вообще, ну не то, что бегать, ходить не мог. Ну прям вот еле-еле. Можно было бы предположить, что, например, ночью кто-то забежал в баню, да? Какая-нибудь там дворовая собака или лиса. Но с тех пор, как... И, например, там его упер. Или там, ну, были бы какие-то следы. Ну и у меня с тех пор, как бусса повалилась ходить в баню, если ее спустить, или она, если случайно отцепится от своей растяжки, она повадила сходить в баню и шарится там в помойке. И с тех пор у меня стоящие колды на бане с наружной стороны, чтобы дверь не открывалась, когда там никого нет, чтобы дверь не забыла открыть. И баня всегда на эту щеколду закрыта. Это 100%. Я точно с утра помню, что я пришла и открывала ее. Это 100%. Я еще подумала, ну, когда закрывала, подумала, не дай бог, там бусе убежит ночью или еще что-нибудь. Она же обязательно в баню ломанется. Она ему с какой набожительной полежать бы не дала, это точно. Она вообще не любит кошек. Но все было закрыто. Это какие-то прям... У меня вообще предположений нет, куда он делся. Я оставила воду, пусть еще сливается, вот с коронов, пусть еще льется, но еще час хотя бы льется. Интересно, заметила, смотришь в колодец так глазом, вода мутная. А если в стакан наливаешь, она прям прозрачная-прозрачная, по качеству очень хорошая. Отступление лирическое. А то я сейчас обнаружила, что у меня, оказывается, такой колодец грязный. Но вода очень хорошая. Там еще и два фильтра стоят. Сливаем дальше. Все, у меня все, это тупик. Ватсон, это тупик. Ну, все, прошел еще час, там воды осталось совсем чуть-чуть. Пришла, еще раз все просмотрела, с фонарем, фонарь до дна бьет, все просмотрела, кота нет в колодце. Слава богу, господи. Честно сказать, узнав, что кота нет в колодце, мне прям полегчало. Вот правда полегчало. Но вопрос, куда он делся, все равно остается открытым. У меня, честно сказать, я вот сколько сидела, я все думаю, думала, и думала, и думала. Более-менее реальный, но вариант один получается. Ему ночью похорошело, и он смог ходить. И когда я с утра пришла, в темноте же, открыла дверь, чтобы войти в баню, а он в этот момент в дверь выбежал. А я его в ногах не заметила, темно, он черный. Ну, других логичных объяснений я найти не смогла. Я предполагала, что он в утеплителе нет. Крайне было предположение, самое страшное, слава богу, но не оправдалось, что он в колодце, его нет. Видимо, он ушел. Как он ходить не мог? Как он мог выйти? Ну, другого, все, в бане его точно нет. Я просмотрела все. Приедет завтра Демьян, конечно, я его попрошу, он еще раз все просмотрит, но я с фонарем залезла в каждую щель, куда даже бы не поместился кот, но я все равно залезла и посмотрела. Его нет. Вот у меня только единственный один вариант. Я обошла тоже вокруг бани, ну, вот где проходы есть, где какие-то следы кошачьи есть, прошла, но там только кошачьи тропки, по которым все кошки бегают, такие натоптанные. То есть одиночных следов там нет. По ним прошла, в сарай заглянула, в этот, как его, в гараж заглянула, нету. Без вести пропавший кот. Вот хуже, честно сказать, нет. Я была с утра сегодня, вот я уже говорила, да, наверное, я была готова ко всему, когда шла с утра в баню, но точно не к этому. Ну, вот точно не к этому. Что делать теперь? Пролезу по кошачьим местам, посмотрю. Ну, этот черный здоровый, я тебя, да не буду я тебя трогать. Разбудил кота. Вот так лучше. Нет, только тот, который чернилкин папа сидит. Удивился очень, что я к нему заглянула. А ты думал, что я не знала, что ты тут живешь? Знала. Живи, так уж и быть. Куда тебя девать? Затейка, конечно, так себе. Найди кота в деревне. Да нет. Я все просмотрела, где хоть какие-то были намеки на кошачьи следы. Следов полно, но они все вот приводят к местам. Нигде нету. Поддуму. 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 Нету. Чернильна. Чернильна. Что вы разговариваете, не умеете? Вы точно знаете. Кто где, кто куда пошел. Допрос пристрастия. Чернильна, где Кутузов? А? Скажи мне. Ну, хоть махни. Да ладно тебе уж. Хоть лапой махни мне в ту сторону. Куда идти-то? Туда думаешь? Там уже была. Где Кутузов? Я пролезла по всем кошачьим следам. Кошачьих тропок-то тут полно. Я нигде не нашла. Пришло поле. Тоже пошла искать. Ходит вокруг баня. Надень варюшки-то. Ага. Бусь так... Ой, убрала. Так смешно сейчас из будки выглядывала. Один нос торчал. Бусь! Глухомань. Нету? Ну, пролезь уголок туда. Подальше. Чего вообще нету? Шахтер. Что, вода набралась? Угу. А что там много воды, если так? Ну, да там корни какие-то наросли. В этом году не было корней. В этом году наросли. О, опять почти полный набрался. Такая. Да я холодильник уже тоже отодвигала, смотрела. А вот там лежит? Нету, я тоже уже тут все снимала. Нету там ничего. И он, ну, наверх не навряд ли залезет. Ну, я смотрела, там ничего нет. Ключ тут только лежит. А? Ключ только лежит от этих. И покрывала. Сюда вот вешать на вход. Куда? Не знаю, зайка, куда. Куда-то. Кстати, всем нет. Загадка ветха. Загадка века. Ага. Пошли. Он сильный какой-то. Угу. Куда? Ты кого-то там смотришь? Ой, да это опять здоровый черный. Блин, паутина одна не видно ничего. Манюненька, кто там у тебя на крыше сидит? Это крыша, вот, вход в баню. Тут вот крыша, ну, еще сверху вторая. Тут Манюненька часто сидит. Она там на кого-то так смотрит, но, походу, это тот большой черный кот. Проскочил. Мне даже не достать. Нет, не видно. Домик отодвинул. Он, блин, убежал уже. Ну, на, убежал. Манюненька, ну, на кого что там так смотришь? Внимательно. Блин, табуретку пойду принесу. Вот еще табуретку сейчас задницу. Не навернутся мы. Ты что, давно издеваешься? Я просто слышал, кто зашипел. Один черный большой кот пробежал. Кого тут нет? Тут никого. Ну, кого-то там только увидел, вот я не пойму. С другой стороны, чтобы посмотреть. Теперь везде мерещится. Сама через камеру смотрю, так-то не достать, нет. Все, у нас вечер наступил, нам мыться пора идти. Изменений никаких. Я что-то в таком, каком-то непонятном подавленном состоянии. Аж башка так только соображает. Значит, я звонила в клинику. Результат анализов же надо узнать. По микробиологии, то есть по тому, по вирусу. Как это, я не знаю правильно. Еще не пришло. Пришло только на, значит, снижение. Я записала, потому что запомнить ничего не могу. Сниженные лимфоциты. Их четыре, а должно быть двадцать. И очень сильно повышенные лейкоциты. Двадцать четыре. Это то, что пока пришло. Я не очень понимаю. В общем, более конкретно ничего не сказали, потому что другие анализы еще не пришли, чтобы сказать, что это за болезнь. Ну, как это, что за вирус. Все, товарищи. Внизу в описании оставлю все наши ссылки. Давай, Полюнь, я тебе сейчас притом. Я ролик записываю. Идите, закрадуете. Полюнь тоже ходит. А вдруг он придет? А вдруг он придет? А вдруг он придет? Мало слишком надежды, что он придет. Она еще так давит, скажем так. Нелегко все это. Так. На чем я? Внизу в описании к этому видеоролику всякие разные полезные и интересные ссылки. Все сами знаете. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все сами знаете. Все, друзья, товарищи. Я, конечно, много чего могла ожидать. Но точно не того, что сегодня произошло. Это прям какой-то швах. Все, ребятки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.